В России смертность от инсульта – одна из самых высоких в мире. Ежегодно погибает порядка 200 тысяч человек. Примерно столько же остаются инвалидами. В последние годы эта коварная болезнь все чаще поражает людей не только старшего, но и среднего возраста. Сотрудники Анапского центра медпрофилактики рассказывают, как не попасть в группу риска. Очень много факторов риска. Экзогенные, эндогенные факторы. Это возрастная категория, наследственность, предрасположенность человека. К этому заболеванию. Это если в семье бывают гипертоники, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, сахарники. Люди с повышенным холестерином, с нарушением обмена веществ. Это ожирение, неправильное питание, стрессы различного характера, употребление, злоупотребление алкоголя, спиртных напитков и никотин. На выездном приеме специалистов Центра медицинской профилактики трудовой коллектив одного из торгово-развлекательных центров города. Всем желающим измеряют давление и на специальном аппарате следят за работой сердца. Такие акции медики проводят регулярно. Виктор Степанов уже один из постоянных пациентов. В прошлом году именно на таком экспресс-тестировании врачи выявили проблемы с сердцем. Сейчас ситуация несколько улучшилась. Был сбой в сердце. Прежде с сердцем он не наблюдается. Остается один маленький нюанс – это высокое давление. Но я думаю, что по рекомендации врачей мы это дело поконтролируем. Слова благодарности от всех тружеников нашего торгового комплекса и от меня лично. После тестовых проверок медики дают консультацию, что делать, если выявлены отклонения. Примечательно, что к акции присоединились не только работники торгового центра, но и его посетители. Среди желающих проверить свое здоровье очень много молодых людей. Всегда важно знать, какое здоровье. Не лишний раз проверить. Интересно. Такое первый раз видим. Не всегда соберешься и пойдешь к врачу целенаправленно. Всегда что-то отвлекает. Очень хотелось узнать состояние сейчас, сегодня, какие-то ценные рекомендации получить. Я их получила. Кроме того, медики раздали памятки с информацией, как вести себя в случае возникновения инсульта и как его предотвратить. Акция продолжается. В ближайшие дни специалисты Центра медпрофилактики развернут мобильные посты здоровья и в других заведениях города. Продолжение следует.